Продолжение следует... Вы являетесь главным организатором этой конференции. Что лично вы думаете о ее проведении? Есть ли в этом мероприятии какой-нибудь скрытый подтекст? На какие результаты вы рассчитываете? На что я рассчитывал? Вы знаете, все очень просто. Здесь нет никакого скрытого подтекста. Идеи конференции заключаются в том, чтобы мы все могли собраться и обсудить вопросы, над которыми уже много лет, с 60-х годов, размышляют епископы многих автокефальных церквей, постепенно приходя к взаимопониманию. Мы все — это не только те, кто занимаются богословием и преподают соответствующие дисциплины, а любой из нас, кому небезразличны идеи Всеправославного Собора. Должен сказать, что в вопросах этих народ Божий совершенно не сведущ. Мы вместе должны обсуждать такие серьезные вопросы, как создание общего церковного календаря, вопросы диаспоры, автокефалии, автономии, церковных диптихов. Разумеется, речь идет также о важных вопросах, связанных с отношением православной церкви к церквям других христианских конфессий. Какое место мы отводим себе? Как мы относимся к нашим братьям-христианам, которые отделились от нас? Как к некрещеным? Как к пустому месту? Как мы воспринимаем свою взаимосвязь с миром? Как нечто очевидное? Как будто мы живем во времена византийского или русского средневековья? Или же нам следовало бы пересмотреть свои взгляды, исходя из православной традиции в условиях современности, более того, в эпоху постмодерна? Понимаете, все эти вопросы требуют размышления. Разумеется, эта конференция не претендует на статус собора. Ни в коем случае. Это было бы смешно, и мы к этому не стремимся. А стремимся мы к тому, чтобы вызвать интерес. Я бы даже сказал, пробудить сознание правоверных христиан и богословов. Мы хотим привлечь всеобщее внимание к вопросам, касающимся не только епископов, но всех хмирян, готовых услышать слово «епископы», потому что именно это слово укажет нам путь. Но чтобы услышать его, наши сознания должны быть определенным образом подготовлены. И эта конференция, возможно, будет этой подготовке способствовать. Как вы думаете, проблемы православной церкви будут шире обсуждаться после проведения конференции? Будет ли она способствовать их разрешению? Насколько мне известно, это первая научная конференция на тему Всеправославного собора. Ее проведение можно считать первым кирпичиком большого здания, строительство которого мы будем продолжать. Первым кирпичиком в стене, который будет воздвигаться прежде всего при помощи наших епископов. Я еще раз хочу подчеркнуть, что цель этой конференции – пробудить сознание всех верующих, привлечь внимание всех наших автокефальных церквей. Поэтому, если выступления и живые обсуждения, которые в эти дни прозвучали на конференции, будут впоследствии опубликованы в виде тезисов и статей, я думаю, что со временем это послужит развитию диалога, продолжению дискуссии, как на научном уровне, так и на уровне простых священников. И, возможно, это приведет к другим конференциям, к постановке новых задач. Почему нет? Разумеется, каждое из наших предложений будет предварительно рассматриваться нашими епископами. Мы ни в коем случае, я подчеркиваю это, не берем на себя их функции. Конференция прошла при участии Центра экуменических исследований Лёвенского католического университета. Какую цель, по-вашему, преследует данный формат? Мне кажется, что нам, православным, размышляющим о грядущем соборе, сегодня просто необходимо участие наших братьев, католиков и протестантов. Их вклад может быть очень ценным и плодотворным. Речь вовсе не идет о навязывании нам схем чуждых православной традиций. Речь идет о возможности взглянуть на вопросы православия со стороны, глазами наших братьев, которые исходят из глубокого понимания того же самого Евангелия. Они исповедуют того же самого Христа, умершего и воскресшего, и веру в Святую Троицу. Их взгляд на некоторые вопросы, в частности, проблемы общества и этики, может отличаться от нашего. Поэтому я считаю, что тот формат, в котором прошла конференция, имеет смысл обязательно применять и дальше. Ни в коем случае не стоит устраивать закрытые заседания исключительно для православных, тем самым показывая, что проведение Собора касается только православных. Важно понимать, что все, что имеет непосредственное отношение к православной церкви, будет иметь воздействие и на другие христианские церкви. Если с Божьей помощью Всеправославный Собор состоится в ближайшем будущем, он также окажет влияние не только на православную церковь, но и на всех других христиан. Существует ли некое коллективное мнение Свято-Сергиевского православного института относительно грядущего Всеправославного Собора? Мне трудно ответить на этот вопрос, поскольку мы не обсуждали эту тему коллективно. Но одно я могу сказать наверняка. Здесь, в институте, мы обладаем живым наследием России, которая представляет собой богословскую науку, построенную на основах православной традиции. Мы непосредственно связаны с теми существенными изменениями, которые сформировали новые религиозные учения в России XIX века. В частности, речь идет о результатах Московского Собора 1917 года. Для нас очень важно поддерживать эту связь и попытаться найти решение вопросов православия в свете того, что нам завещали наши наставники. Это учение отцов Сергия Булгакова, Николая Фанасьева, Георгия Флоровского, а также отцов нового поколения Иоанна Мейндорфа и Александра Шмемана. Я могу сказать, что они нам оставили в наследство идею Церкви. Но это идея живой Церкви, а не Церкви, как некого закоснившего организма, в котором, если угодно, вопросы не рассматриваются, не трактуются в свете литургии и традиций отцов Церкви с их пониманием Священного Писания. И, как вы понимаете, именно в свете этой традиции мы подходим к вопросам и задачам, которые входят в повестку грядущего Всеправославного собора. Благодарю вас за интервью и за ваше участие в подготовке и проведении конференции. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok